Девушки отдыхают Игорь, здравствуй. Люблюсь. Что же мы приготовим нашим малышам? Но чтобы это было и полезно, и вкусно. Дети же любят как? Бутерброды, сосиски. Любят сосиски, да. Они бы сосиски ели без ничего, без хлеба, без ничего. Но все сосиски в магазинах практически, ну там мяса дуже-дуже мало. Я зараз решил приготовить колбаску. Она будет, по-перше, интересна тем, что там будут и овощи, и будут два разных смоки. Но мой сын ее любит. А сколько ему лет? Ему 14 роков. Уже справжний человек такой, здоровенький. Да, дорослый, так. По-перше, эта колбаса для дома, она экономна. С одной гарной икоркой получается здесь 1,5 килограмма колбаски. Ого! Ее можно сготовать, поставить в холодильник. Хранить как настоящую колбасу. Как просто колбасу. Детям нравится, получается недорого. Мы знаем, что все продукты полезные. И свежие. Ну, в общем, отличный вариант. Давай готовить. Мы берем курку. Робуем фарш, а филе залишаем. Залишаем. Для чего? Зараз объясню. Берем мы вот так, где с половины этого фарша берем. Так. Вот эту морковку нарежу такими кубиками. Доброе, спробую. Мы куриное мясо разделили. Часть фарша из него сделали, а филе оставили. А филе мы нарезаем вот такими кубиками. Я морковку кубиками. Ты филе. И закидаем филе до... Сюда же. То есть у нас получится в фарше такие кусочки филе будут попадаться. Кусочки мяса будут попадаться. И також у нас в фарше будут попадаться кусочки моркови, кусочки перчика болгарского, кружочки зеленого горошка. Угу. Ты говоришь, что у тебя сын. Мужа 14 лет. Он уже определился, какую профессию выбрать? После шоу мастер-шеф, он вырешивает, что если он умеет нарезать цибулю, то он будет кулинар. А может и будет. Ну я надеюсь, я бы хотел. По-другому, если говорить, на сегодняшний день это одна из профессий, на которой можно заработать деньги. Если умеешь готовить, как его. И перец тоже пойдет сюда же в колбаски. О, какие они будут полезные. Значит, я так поняла, что мы вот это приготовили фарш и филе кусочками для колбасок. Так, а теперь готовим, ну, нарезаем то, что будет там внутри, дополнительно. Так, значит, мы беремо сюда, у этого фарша. Корица? Так. Корица и мясо? Я думаю, треба чемусь Надю здивувати. Так удивил же, конечно. Но если при этом получается что-то вкусное. Так, теперь мы его добре посолим, вот так. Чесничок. Чесничок. Вот это все мы делаем, как говорят, для двух колбасок одинаково. А в конце мы будем добавлять в одну колбаску карда. Кардамон, а в другую будем добавлять корицу. Корица и кардамон. И из-за этого вкус колбасок получится разный. Ну, они будут дуже смешные. Ммм, я верю. Поджарились. Первой колбаске мы ударим один желток. Он просто нам трошки закрепит колбаску. Вместо стабилизатора и загустителя мы добавили натуральный ингредиент. Желток одного яйца. Соль, перец, чесночок. Ну, то есть вкус будет довольно пикантный у этих колбасок. И вот так нужно его бить. Да. То есть для того, чтобы колбаска была сплошная такая упругая, вот так вот мы и размешиваем, и отбиваем даже. Так. Досечку солью. Теперь мы кидаем... Кипяток. В магазинных колбасах и в сосисках специальные красители, благодаря которым они розовые такие становятся. А у нас эту роль выполняет паприка. Слушай, уже так красиво получается. Теперь мы даем вот так. Оранжевый, красный цвет, а теперь еще и зеленый. Тришечки кропают, тришечки... Раз, и зелень пошла. Делимся пополам. Делим пополам. Кардамон, а тут корица. Корица. Щедренько. А ну-ка я сейчас. О, наконец-то! Родная стихия. Слушай, мне кажется, ребенок тоже будет рад вот так вот повозюкаться. Как вы думаете, чья колбаска получится вкуснее? У кого? Я думаю, что вкусно получится и та, и та. Берем мы пищевую пленку. До речи, пищевую пленку, это навіть можно яйце пашот заверять. Да ты что? Да. Колись покажу. Обязательно когда-нибудь научишься. Так, теперь мы берем вот так. И вот самое интересное, формируем детские колбаски. Такие небольшие. Ой, их можно сделать вот такие. Ну, просто варить, до ужина их может быть любая. Уже вот так вот видно сквозь эту пленку, какая красивая колбаска получается. Сколько слоев нужно? Четыре-пять. Знаешь, потребно бы она была плотно закрыта, чтобы туда в середину не попадала вода. Потому что, когда попадет в середину, она будет разбивать наш фарш. Слушайте, как интересно готовить детские колбаски. Хоть на колбасную фабрику иди работать. Слушай, хорошо у меня получилось? Для первого раза. Был супер. Для первого раза супер. Я только учусь, но знаешь, как приятно учиться у тебя, потому что все прям на лету получается, и всегда все очень вкусно. Готовые колбаски как долго смогут храниться, если в холодильник положить? Я думаю, больше, чем две годины, они просто в холодильнику не затребуются. Может, они храниться и смогут, но у них этого не получится. Просто в кипяток. В кипящую воду. Колбаски варятся минут 15-20. А сейчас мы готовим то, что подадим вместе с нашими колбасками, чего время терять, пока они варятся. Мы наливаем оленьки, мы кидаем цибульку, перчик. Крупными кусочками и туда же, до цибульки. Так, это для соуса все, так? Так, это все для соуса. Перемешиваем. Там будет долго у нас жариться лучок, перчик. Лучок стал золотистым, и перчик стал так прожариваться, чтобы он отдал свой аромат. Тогда мы это заливаем вершками. Тогда взбиваем блендером. Додам еще сюда червяные паприки, потому что он будет тоже червоненький. Слушай, ну это просто уже отдельный рецепт. Соус с болгарским перцем и сливками. Каким блюдом еще его можно подавать? Я думаю, что он больше подходит до стравскурки. И, в принципе, снова уже, как я всегда говорю, если ты любишь колбасу с этим соусом, можно есть и колбасу с этим соусом. А вот это я попробую. То есть мы будем подавать колбаски с греночками, с помидорами и с соусом, да, Игорь? Обжарили с одной стороны греночки, перевернули, и они у нас такие золотистые получаются. Так, взяли, мы дожарим наш соус. А вот скажи, какой самый ценный совет от Эктора ты во время мастер-шефа получил? От Эктора мне даже запомнилась фраза. Игорь, рулетки, рулетки, рулетки. А что же это за рулетки? У меня там курка попалась, что ты будешь в виду? Рулета, что ты будешь? Игорь, опять рулетки. А нам нравятся рулетики. И мы добавили уже сливки в наш соус. Так, мы добавили уже сливки в стаканчик. 100 грамм, 150. Красный перец, солька. Как соус? Уже доходим. Теперь мы берем блендер. И измельчаем все ингредиенты. А там лук обжаривался, добавили болгарский перец, потом сливки, специи и блендером. Колбаски варятся, соус готов. Чувствую, скоро будем пробовать. Как ты проверяешь на готовность? Они стоят упругище. Греночки. Если до тебя зашли гости, я говорю, гости на порозе. Ты решила их нагодовать дитячими колбасками. Тебе надо их срочно охладить. Ну, конечно. Ну что, будем пробовать? Да. Так, опа. Вот мы достали колбаску из пленки. Мы начинаем ее нарезать. Очень красивая колбаска на срез получается, потому что там у нас и зелененький горошек, и оранжевая морковочка, и красный болгарский перец, еще и зеленушка. Я уже не говорю о том, что у нас сегодня просто соревнование вкусных колбасок. Одна с кардамоном, другая с корицей. Совершенно, кстати, неожиданный вариант. Не знаю, с чем. Это с корицей. Этот вкус ни с чем не спутаешь. Но в колбасе обнаружить корицу – это просто какой-то приятный сюрприз. И знаете, куриное мясо очень хорошо с ним сочетается. О, я уверена, что детям понравится. Красивая презентация, это тоже важно. Я думаю, что мы и так с зимой, правда? Я попробовала колбаску с кардамоном и с корицей. Вот как ты думаешь, какая мне больше понравилась? Конечно, что с кардамоном. А я тебе скажу, что с корицей мне больше понравилась. Вот, очень вкусно. Приходи ко мне почаще. Украсим зеленью. Ой, красиво. Для приготовления детских колбасок из курицы нам понадобится мясо целой куриной тушки. Причем филе нужно взять отдельно. Красный болгарский перец, морковь, зеленый горошек, лук, чеснок, сладкая паприка, укроп, петрушка, яйца, соль и перец. От тушки курицы отделяем филе, а остальное мясо перемалываем в фарш. Филе нарезаем кубиками и добавляем в фарш вместе с одним желтком, солью, чесноком, молотым перцем и паприкой. Слегка обжариваем лук и добавляем в фарш вместе с болгарским перцем, морковью и зеленью. Щедро посыпаем кардамоном или корицей. Все перемешиваем и формируем колбаски с помощью пищевой пленки. Варим 15-20 минут. Для приготовления соуса в кастрюлю наливаем масло, забрасываем лук, болгарский перец и обжариваем до золотистого состояния. Заливаем одним стаканом сливок, добавляем красный перец и соль. И в чем же главный секрет этих детских колбасок, Игорь? Мы тут имеем и овощи, и мясо. Это раз. А второй секрет, что их сделать можно просто, легко и не очень напрягиваясь. Это точно. Мне понравилось готовить еще и потому, что в итоге получается очень вкусно. Кстати, с корицей действительно вкуснее. Но и с кардамоном тоже. Спасибо тебе, Игорь. Сегодня мы научились готовить детские колбаски. Преимущество этого рецепта очевидно. Быстро, легко готовить, очень вкусно и питательно. Детям точно понравится. Попробуйте, у вас обязательно получится.